Божьей милостью будем грешить. Создав Вами, Господи, помилуй Вячеславец и грешил Господи. Прости меня, греши, помилуй. Сегодня, кажется, 16 июля. Мы пришли с огорода лагерного. Лагерном так остается название, хотя лагеря теперь нет. У нас старший всегда дает отчет. Прошу дать отчет. Как работали дети? Хорошо работал Артем и Горгий. Кого называет, сразу выходи сюда. Артем. Повернись сюда, лицо. Вот сюда вставим, пацаны рядом. Рядом, сами. Кого называют, всегда в лагере у нас такой порядок был. Так, лучше всего работал... Да здесь не дует еще. Связь лучше. Егор лучше всех работал, то есть он качественно делал и достаточно... Замечаний нету. Замечаний ему нет. Становись на месте. Так, а... Так, это что? Евгений у нас сегодня, можно сказать, не работал. Не работал там. Иди сюда, всегда не бывает. Ну то есть, с самого начала, что произошло? Ну он типа не работал там еле-еле, как сонный. А потом у него живот что-то, так сказать, заболел. То есть он говорит, у него мы не знаем что. Мы не знаем, да, у меня живот заболел. Мы только можем смотреть, что он преследует этими словами, чем кончится это. Вот это да, можем понимать, что это действительно болеет или нет. Видимо, дома не имел никакого опыта, нигде не работал, ничего не делал в огороде. Поэтому, может быть, вообще не работал, не знаю. Говорят, что поливал, только еще ты поливал там. Я спрошу, Женя, ты понимаешь, что тебе разговор идет? Ты вот работал, ты видел, как работает Егор? Вот он Егор. Вы вместе столпились вот так, дядя Вова то ли не знал, то ли не досмотрел. Я говорю, раздели их отдельно, чтобы можно было проверить, кто что делал-то. А что делать? Травиночки рвать рукой. Нам никто делать не будет. Мы сами себя обеспечиваем. У нас все есть, и морковка, и картошка, и лук, и чеснок, и огурцы. Поспевает помидоры и клубника. И сажал дядя Вова один, один. Он, я не знаю, картошки посадил, наверное, в общей сложности, ну, 25-30 соток. Только один огород 20 соток. Вдвоем? Вдвоем. Матушка. Матушка. Вот это матушке тоже помогал где-то. Да. Ну, так вот и все. Считаю, щихать уже, платочек. Ну-ка, покажи, где платочек. Понимаешь, сколько ошибок? Это ваш уже недосмотр. Без платочка нельзя садиться за стол. У него карманов-то нету. Ну, только пришив. Вот у меня была гитерия, нет карманов. Иголку взял от стриг материи, тут же пришиваю ей. Красиво-некрасиво, но на пол он не является. Она то сюда засунет, то сюда. И все, дорога идет и платочки сеет. Одно время Надежда Васильевна подарила по 7 платочков. На один день не хватило. Завтра уже ничего нету. Это выходит по платочку на каждую ноздрюльку, на каждое ухо, на каждый глаз и на рот. Это не годится так. Дело в том, что ты уже взрослый по детскому возрасту. Тебе 5 лет есть? 7. А? 7. 7? 7. Так 7 это уже в школу ходит. А этому? Тоже 7. Тоже 7. В школу, в первый класс. Но этот работал лучше? Лучше, конечно. Лучше, конечно. Ну ты сам подумай, какая характеристика. Дело в том, что в первый класс идут 7 лет. Я пошел на год раньше, а может даже еще и на полтора года. Потому что я юнский родился. И вот это поле, как помню я, пшеница была. И тогда не было химикатов никаких. Может потому народ и жил долго, и пчелы у матери водились. А сейчас травят эти фермера и все, дохнет вокруг. И надо было, как только пшеница зашла, вытаскивать осот. А у него глубоко. Перчаток нет вообще, голыми руками. Я как сейчас помню, учительница меня почему-то около себя держала. Это видимо был первый класс. У меня, помню, брали, а на колючь у меня по рукам кровь текла. Прям кровь. И виду не даешь. Попить, помню, подвозили где-то там на дороге, бочка стояла. Вот так жили, никто не заражался, ничего нет. То ли ковшик был, черпали, то ли что. Но я вот в таком отрасли был, болел. Но болезнью не выражалось, что мне не надо было работать. Я говорю, работаем все, но боль, это моя боль. И меня возили в город Барнаул. И шла молва такая, что я, пастор с отцом коров, уснул. И змея, горлянка у меня заползла, и она меня там ущет. Ну, понятие-то какое, горлянка. У меня таких измений-то никаких нет. Ну, однако, вот так. И лекарств никаких. Меня возили в Барнаул. С чем вернулись, тоже не знаю. Но мать, она работала дояркой. Я держала свои 25 ульев, пчел. И в колхозе еще работала. А свои у нее меду было залейся. Вот когда качают мед, мать выходила, женщины идут с работы где-то. Она кричит, бабоньки, вы по одному рядку захватите, картошки там где-то, свой огород прополоть-то. И все знали за свой хлеб. Мать напишет вот, их меду сколько кто съест. Мало того, что с тобой еще напим. Поэтому мы жили в меду. Ну, и мы даже не считали, как что это, сахар там есть или что-то. Мед, это, я даже не жадный, с чем сравнить, как воду пить. Но мать, как бы хитринку такое делала. Кому-то надо, помню, ложка была такая вот, круглая, как шугунная. Она не алюминиевая, дюралевая, наверное. Круглая, как яйцо пополам разрезать. И ручка вот такая толстая была, прямая. А там фляга. И во фляге надо наковырять. А она круглая, как вот шарик разрезать пополам-то. И надо выковыривать оттуда мед-то. А кто-то пришел покупать, допустим. А покупать это бартер. Денег-то не было. Совсем не... Даже и не знали, как деньги вылили. Яйца приходили, сдавали в магазин. А тебе на эти яйца там рыбы свешают. Ну, что-то... Или мед, это сказать, молоко было как-то. И мне приходилось эту ложку-то опрасывать и в рот. Я бы не хотел мед есть. А она мне посылала. Ты ложку-то хорошо, сынок, залежи там. В выковыривниках. А ложка много. А куда? В рот. И я перестал болеть. И позади осталось уже 75 лет. Вот такой же он был. На него похожий. Поэтому это не говорит, что короткая будет жизнь. Она... Вообще жизнь короткая. Но от работы, чтобы как-то отвернуть, никогда, нигде. Этого нам не заповедано. И никто бы не понял, как так. Ну, ты же ешь. А кто ж тебя будет кормить-то? Этот ответ очень простой. Отец с матерью вдвоем полкласса не кончили. Но не тонко чувствовал педагогическое воспитание на труде. И главные доказательства – это как родители работают. Женя, ты работал не потому, что болел. Ты сел и сидишь. Я гляжу, там мешки взяли, чтобы не на земле. И отвернулся от этого, где лук там, травинки вырвать-то. Почему? Все равно ты сидишь, время идет. Этот полет рядом, травинки вырывает. Это не эксплуатация детского труда, а это урок трудолюбия. С дурикатом можно что угодно говорить. Мы для себя делаем. Ты видишь, что я работаю лежа. Почему? У меня операция на позвоночнике, еще две грыжи, служить на стройке. Этот работает, этот подальше всех. Замечаний нет, как вот Владимир Юрьевич говорит. Ты один отвернулся и сидишь. Тогда тебе дали место под тенечком, положить мешок. Ложись, лежи. И ты там лежал. Я у него в конце спрашиваю, он там лежит в стройке. Вот у нас болящие, на видео снимаем. Он говорит, нет я не болящий, я просто заснул. И за этим что? Хочу домой. Ты говорил? Ну, кто ж тебя поймёт? Ну, ты хочешь домой. Ну, что тут? Я хочу на небо. Ну, как я попаду? Для тебя домой попасть, как на небо. Во-первых, это далеко. Никто тебя не повезёт. До какого числа у вас билет есть, тогда поедете назад. Опять глупость. Каждый день такой у нас, которого дома ты не сделаешь. И качели едете, и что только у нас тут и нет. И купаетесь, и в воскресенье на лодке плаваете. Дома-то ничего этого нет. Они в городе живут. А в городе, кроме дурного запаха от асфальта, ничего и нет. И не выйдешь. А тут сейчас лежу, бадминтон играет, сетками, ракетками колотят. И никому вы не нужны. Иди вон в поле святые. Сейчас я купался. Купался? Плавать не умеешь и не стремишься. Я сегодня говорю, я не знаю, меня учили плавать или нет. Я насколько себя помню, ну, примерно с четырёх лет. В Амутках я переплывал. Ну, когда меня учили или нет, не знаю. Мне кажется, я родился от матери ногами, оттолкнулся и поплыл в ванне. Вот такое впечатление. У нас было как, вот где сейчас купались, это Камагориха назывался. А это сейчас называется лагерный пруд. Вот так вот здесь потихоньку сел в воду. И человека нигде нету. Кто дольше в воде будет? А чтобы в воде зря не сидеть, это по дну ногами упираться в землю. И чтобы там потихоньку, как головой камыш задел, на той стороне, среди камыша, аккуратно не сплеснуть, потихоньку всплыть. А это фильм смотрел смелые люди. Там про это есть, как он подплыл, там немца вниз дернул на коня. Это интересно такое. А этот сегодня верещит, глаза закатил. А этот точно так же, плавать не умеет. Ноги надо в воду, а он их запрокинул сзади и голову достает ногами. Чего вы воды-то боитесь? Человек в воде родился и вокруг вода. Если воды боишься, ты утонешь. Это я только сегодня видел. Ты видел, как Егор плавает? Он на спине отдыхает, и брасом плывет, и под водой плывет. А когда ты будешь учиться-то? Если в семь лет ты не умеешь, а самое время. Сейчас учат ребятишек плавать, когда он еще не разговаривает. Младенец ходить не умеет, а что плавать умел. Такой, ну поняли, как это. Он же в утробе, в жидкости находится. Вот так. Женя, постарайся изменить отношение к работе. Самая маленькая работа. Простенькая. Листики носить. Листика репей собирать. Я сверху там все вижу, как два листика взял, пошел. Ну какая-то работа. Вот там уже не килограмм, а граммы какие-то. Давайте за стол. С Богом. Поехали. Сейчас покажу.